Здравствуйте, дорогие друзья! Привет всем! С вами спортивный инкубатор 7212 И в этом новом выпуске мы расскажем вам о прошедших событиях этой недели в спортивном мире Дина Михеева Антон Олехин Здравствуйте! Весь выпуск мы решили посетить Лиги Чемпионов UEFA для стартовала! Да, да! Лига Чемпионов наконец-таки началась И первый матч, о котором мы хотим поговорить, это матч между... Турецким Галатусараем и Мадридским Реалом Это был поистине захватывающий матч Отличный дебют Карла Анчелотти в качестве главного тренера Мадридского Реала в Еврокубках Так как Реал забил 5,5 голов Три из которых закатал Крещан Роналду и стал... Стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов До матча Барселона До матча Барселона Ну а теперь непосредственно самой Барселоне Которая на родном стадионе На Камп Ноу Она победила Аякс Барселона победила Аякс Сочетом 4-0 разгром по игре Как и по счету Хит-трик оформил Лионель Месси Который побил очередной рекорд Заткнись Заткнись Лионель Месси побил очередной рекорд Лиги Чемпионов оформив свой уже третий хит-трик в этом турнире И стал лучшим в истории Заткнись Также Лионель Месси забил свой 60-й Попутно 61-й 62-й гол в Лиге Чемпионов И вышел на второе место в истории бомбардиров данного турнира Очень было забавно смотреть на бой на Кирк Иче Который бегал, бегал, торопился И прыгал весь матч И сразу всем доказать, что он очень-очень даже крутой футболист И его незаслуженно убрали из Барселоны И теперь перенесемся к английским командам Непосредственно к любимой команде нашей Дины И это Манчестер Винальдет, который выиграл Байер со счетом 4-2 Вот это мега счет для Манчестера Гребанные каталонцы, которые думают, что их футбольный клуб лучше всех Я тебе знаю сказку про Манчестер, который смог Они смогли победить Байер 4-2 Ладно, все, давай дальше, продолжаем Про Манчестера И это также был дебют Дэвида Мойса В виде чемпиона в качестве главного тренера Это было довольно неплохо Вейнеру не забил два гола Два гола И стоит отметить то, что он наконец-то начинает возвращаться в свою былую форму Ну, они начинают возвращаться так медленно, пешком, очень медленно ползет Начинает возвращаться к своей былой, прежней форме И хочется верить в то, что он так и будет продолжать радовать нас, наших болельщиков Манчестера Своей прекрасной игрой Своими голами Своими голами Реально, искренне уважаем этого футболиста Я тоже, в частности Я сам троллит его Ну, ждем В общем, ждем Манчестерское дерби, которое произойдет завтра Со дня наших съемок И надеюсь, что там Уэйн Руни покажет, что он действительно настоящий Уэйн Руни Ну, повторит тот самый гол Нет, такое же, такое не повторяется Такое было раз в истории человечества Такое больше не происходит никогда и нигде Фантастика Следующая команда из Англии, про которую мы хотим поговорить, это Челси Челси, который просрал свой дебютный матч у Лиги Чемпионов в этом сезоне Молодцы, ребята, так держать Жозе Маурини, как принято, после матча на пресс-конференции Никого не обматерил Не побил никого Что удивительно Не послал никакого журналисту куда подальше Немного покритиковал, конечно же, игру своей команды И, но факт остается фактом Базель победил Челси на Стэнфо Бридж 2-1 Господи! И теперь Базель лидер группы А Челси в подвале На дне На дне Но я надеюсь, честно, что Челси заиграет И покажет более достойный вдруг Я больше надеюсь, что Жозе Маурини Мать проснется и Начнет наконец-то Играть, делать свое дело Показать свой футбол, настоящую свою работу И еще одна английская команда Которая провела свой матч Лиги Чемпионов Это Ливерпуль С каким счетом они сыграли? И вообще, с кем они играли? Не знаю, потому что Ливерпуль Не играет И мы не могли обойти стороной матч Наполи с Боруссией И была потрясающая поддержка Потрясающий перформанс Огромная буква Н На стадионе Которая словно была создана из огня Божественная атмосфера И погнали Наполи вперед от этого Наполи забил два гола На что Боруссия ответила всего лишь одним Итогов еще 2-1 И теперь Наполи лидер группы Также стоит отметить Очень забавное поведение Юргена Клопа Да-да-да-да-да Юрген Клоп был удален с матча После чего на пресс-конференции Признался в своей неадекватности Назвал себя, что он обезьяна Признал в своей неадекватности И в итоге попросил, конечно, прощения Перед всеми фанатами За то, что команда не смогла Показать своей истинной Той Боруссии, что мы видели в прошлом сезоне В общем, мы будем надеяться Что Боруссия заиграет свой прошлый сезон Будет это показывать свою прошлую игру Ну а Наполи желаем удачи Потому что клуб реально Реально сильнее А теперь вернемся в Испанию Точнее, к налоговым интригам Гарет Белл, Кришчано Роналду и Неймар Будут пополнять испанскую казну На 35 миллионов евро в год О, кстати, о Шахтере Шахтер! 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 Шахтер, который прострал свою первую игру В Лиге Европы в рамках Еврокубков Шахтер проиграл Паугу на выезде в Греции С отчетом 2-1 Тем не менее, с отметью, Шахтер забил первый Голос в пенальте провел Роджер Канес Который вас радостью возьмут в наш театр Сакена Сикулина за его прекрасные актерские способности Да, отлично, актер получился Роджер Канес Шахтер вновь проиграл на последних минутах Это становится уже какой-то привычкой Да Очень плохой привычкой И Шахтер теперь проведет свой следующий матч дома В Астане Ну, дом для Астана Теперь стало футбольным домом для Шахтера Шахтер будет играть 3-го числа Против Макаби Который в свою очередь проиграл Ас Алкмару У себя дома Со счетом 1-0 Очень надеемся, что Шахтер В этой встрече покажет хорошую игру Свой достойный уровень Покажет свой высокий уровень Свою самую лучшую игру И в итоге возьмет свои первые очки В этой еврокубковой кампании В этом сезоне Теперь, друзья, перенесемся в Россию Непосредственно к самому Зениту Который, в свою очередь, окружил себя двумя крупными скандалами Первый – это то, что стадион Зенита Красавец-стадион, который строится уже до хрена сколько лет Бросили Бросили строить И главной причиной прекращения строительства И является то, что якобы уже нечем просто финансировать Это бесконечное строительство И мне поразила мысль о том, что, оказывается, есть конец деньгам Зенита Оказывается, такое есть И вторая новость вокруг Зенита Это то, что сам клуб оштрафовали на 500 тысяч рублей Невероятная сумма Огромнейшая сумма для клуба За то, что фанаты сожгли флаг Чечни на матче против Терека И одного из пойманных оштрафовали на мега супер деньги Тысячу рублей Тысяча рублей Теперь этот нарушитель не сможет позволить себе купить пять донеров Или сходить один раз с друзьями в пивбар и выпить покручки пивка В общем, огромнейшая сумма в тысячу рублей Это все, чем сейчас наказывают за такие проступки И напоследок новость бомба о том, что Франческо Тотти подписал А проделил свой контракт с Ромой до 2016 года Ура! Тотти еще будет играть! Тотти еще будет защищать все до Ромы Напомню, что Тотти собирался уходить после этого сезона И уже делал многие заявления по этому поводу И плакали все, не только фанаты Ромы И фанаты всей сборной Италии И многие фанаты во всем мире Огромнейшую печаль имели на своем сердце В факте того, что великий итальянец Франческо Тотти завершает свою карьеру Но! Тотти обрадовал всем тем, что еще будет играть до 2016 года И поэтому Рома может рассчитывать еще на защиту своего... Итальянский пол Своего вечного капитана Итальянский Райан Гигс Итальянский Райан Гигс Сколько он... Сколько он матчил? Уже более 700 матчей он провел, кстати 300 тысяч отоголов он забил Это офигеть просто На сегодня все! Вот такие были спортивные переги на этой неделе Занимайтесь спортом, берегите себя и своих близких Антон Алехин Дина Михеева Спортивный инкубатор 70 до 12 Больше видео на Гонзо Киезе Продолжение следует... Продолжение следует...